приветствую вас дорогие подписчики и уважаемые гости канала a handful of boys и сегодня мы с вами поговорим о команде со сложным названием hardkin salvagers именной команде скватов эту команду на обзоры выбрали наши подписчики с бусте именно поэтому они выходят раньше козлов а козлы появятся позже на этой неделе но наши ребята с бусте захотели увидеть первыми именно скватов и ведь действительно есть о чем поговорить поэтому давайте не будем тянуть собственно сквата за волосы и будем приступать к обзору и так самого начала наш классический мета watch на самом деле как только скваты вышли то все в целом игроки в kill team тут же дружно запихнули их в ранг одной из самых слабых именно их команд на данный момент где-то они находятся на уровне арбитров примерно то есть на уровне тира c выше их запихнуть к сожалению не поднимается даже моя легкая рука потому что у команды есть объективно ряд очень серьезных проблем так что на нее мы прям ожидаем бафы в ближайшее время но пока что имеем что имеем тем не менее хочется оговориться что у команды есть ряд очень интересных тактических особенностей приколов и что называется майнд геймов однако их пока что перебивают проблемы связанные с их статлайном на голодарке же на самом деле эффективность скватов еще хуже потому что там их низкая мобильность бьет по ним еще сильнее грустновато и так но да мы нагринали какой-то грусти самого начала давайте все-таки посмотрим как этот киллтим работает потому что он на самом деле достаточно интересен и уникален как и все киллтимы да и так он состоит из 10 парней гномиков из которых один это наш лидер тэйн обратите внимание закачки у него не фиксированы как у большинства саржантов сейчас и 9 мест для наших специалистов по и этом если мы посмотрим на эту картиночку у нас тут набирается 12 спецов объясню почему 12 потому что агана мы можем брать три штуки и того у нас есть 12 возможных опций 11 если мы не считаем воина и мы его не считаем потому что все наши спецы лучше воина по дефолту и у нас остается получается 11 спецов то есть двух парней нам придется выкидывать для чего я это говорю если вы хотите собрать все возможные опции для киллтима вам не обойтись одной коробкой или вам придется кого-то магнитить это была моя основная мысль по каким-то ограничениям стандартных спецов повторять нельзя повторять можно только ганнеров до трех раз поэтому им нельзя повторять опции заказчик тоже стандартные весьма ограничения так к обилкам обилок у нас неожиданно аж две штуки первая обиды это по сути перенос механики из большого вархаммера в такой уровень киллтима когда врежеская модель убивает нашего гномика мы на него обижаемся и кладем на его модель токен обиды за каждый токен обиды на цели мы и тренинг один обычный хит как critical хит работает это и в стрельбу и в ближнем бою что здорово обилка это на самом деле не то чтобы как-то супер сильная или супер слабая она просто хорошая она неплохо сочетается с правилами команды потому что у сквадров много спец правил работающих на кайты греш токены позволяют иметь стабильный кайт это здорово лучшая табилка работает понятное дело против элиты там на каком-нибудь space marine накопится целая куча токенов обиды уже на второй ход и вы по сути будете по нему одними кайтами стрелять и понятное дело убивать его намного и намного эффективнее против бомжей это работает чуть хуже потому что там у вас меньше концентрация токенов обиды на одной модели но с другой стороны вам и не сильно нужно больше одного стабильного кайта чтобы точно убить семилундового гвардейца или модель похожего плана обилка стадио адванс немножко странная она гласит что мы можем игнорировать все модификаторы к нашей movement характеристики при этом это не игнорит реверса имейте это ввиду игнорит реверс это совсем другой вординг и далее gv в одном из последних дата слайтов приписала что movement характеристика и так не может быть модифицирована ниже 4 дюймов а у скватов спойлер именно 4 мув и поэтому эта обилка по сути не работает как бы потому что она уже вшита в коровые механики игры ну вероятно gv просто отпечатала книжки до того как выпустила балансный дата слейд и теперь мы переходим к профилям и задержимся мы на профиле воина по какой причине мы его никогда не берем в команду да все наши спецы лучше чем он однако на его примере хорошо рассмотреть статлайн команды это четвертый мув 2 апрел 3 сейф и 7 вундов итак четвертый мув это по сути главное беда наши команды это объективно честно некоторые люди сейчас подняли такую волну депрессива и пишут что вот мол скваты не доходят до домашних точек скваты не доходят до центральной линии я считаю это конечно все таки драматическое преувеличение и до домашних точек они дойти как бы точно могут а до центральной линии вполне уверенно добираются ко второму ходу даже на столе где много light церейна который мешает передвигаться как бы то есть это окей проблема четвертого мува несколько в другом им не хватает мобильности в мид гейме и лейт гейме когда действительно важным становится прибежать допустим на домашнюю точку уже вашего оппонента или просто сместиться в другой угол стола чтобы выполнить какую-либо вторичную миссию в таких моментах скватом мобильности действительно уже не хватает далее четвертый мув очень сильно ограничивает tight range обилок скватов объясню что это значит помните все наверняка как на второй ход какой-нибудь вражеский гвардейец с гранатой делает там мув на 6 дэш на той и потом швыряет гранату еще на 6 то есть у него получается tight range аж 18 дюймов да я правильно посчитал нет неправильно ну короче у него большой tight range вы поняли то есть он с одного конца поля может кинуть гранату на другой конец поля скваты себе позволить такого не могут повальный второй апрел как бы добавляет тут грусти и у нас тем более есть только один способ увеличения его до тайсива и также что забивает гвоздь в крышку гроба это четвертый вэпон скилл и баллистик скилл на наших ребятах то есть мало того что у нас и так небольшой range нашей угрозы так и сама угроза достаточно нестабильна потому что 4 плюс это очень нестабильный бросок и у нас нет способов его стабилизации есть только один способ который чуть-чуть улучшает скажем так вероятности но он всего один на всю команду и далек от идеала это по сути две главные проблемы скватов это нестабильная стрельба при том что эта команда является стрелковой и это маленький мув который просто для киллсима очень неприятная штука и очень сильно бьет по всем командам которые маленьким мувом обладают с другой стороны у скватов есть третий сейв то есть они неплохо переживают непрофильную стрельбу каких-нибудь лазганов болтеров там обычных без апгрейдов и так далее это неплохо но при этом они точно также будут отлетать от любой плазмы мельта и так далее и вдобавок у них 7 вундов и следовательно они очень хорошо и быстро умирают в ближнем бою и у них самих ближнего боя фактически нет то есть мы получаем команду которая хорошо терпит легкую стрельбу разваливается в ближнем бою с легкостью и обладает при этом очень маленькой мобильностью и на самом деле небольшим дамаг потенциалом это такие суммарные общие мысли которые мы можем вытянуть из статлайна базовой модели еще из этой модели мы можем вытянуть тоже важный момент который стоит оговорить это выбор между болтером и ион бластером которые есть у части наших специалистов ион бластер лучше если вы хотите кого-то склеить клейте с ион бластером он лучше практически всегда по сути разница появляется только при стрельбе в семилундовую модель с пятым сливом и то там эта разница всего лишь в 7 процентов а так учитывая токены обиды ион бластер намного намного лучше потому что у него есть провела p1 и p1 хоть и не намного но поднимает убийственность наших пушек и позволяет заносить чип дэмэдж в кого угодно так что спокойно клейте с ионками под токенами обиды это неплохое оружие итак следующий наш парень это лидер у него по дефолту плюс 1 вунда и целая куча опций закачек из которых на самом деле большая часть полностью бесполезна во первых все эти револьверы и пистолеты нам не нужны и даже плазма пистолет который казалось бы авточойс для любого сержанта в киллтиме здесь обладает таким грустным и странным профилем что даже не верится что это плазма поэтому лучшая наверное закачка для нашего трена это ион бластер он стреляет на все поле и все еще обладает правилом p1 который хорошо стакает с нашей обилкой и плазмасоид плазмасоид это отличная хатхшная штучка летал 5 плюс высокий дамаг можем ловить кайты это полезно и когда нас чарджет и когда мы чарджем как бы дамаг потенциал у него такой же как у плазма экса но летал 5 плюс делает его чуть более эффективным как в защите так и нападение concussion gauntlet из-за четвертого вэпон скилла очень плохое оружие вы скорее всего попадете два раза и вам просто отпарируют вторую атаку и вы никого не убьете со своего ближнего боя также у лидера есть важная обилка по названием eye of the ancestors она позволяет нам вешать токи на обиды на видимого нам вражеского оперативника используйте это дело всегда каждый ход там дефолту просто помните о том что эта штука есть она позволяет нам эффективно фокусить каких-то опасных вражеских парней самого начала игры и далее нас встречает так сказать база команды гномов это наши ганнеры наша самая мощная стрельба наши самые крутые парни напоминаю что мы не можем повторять в них опции пушек пройдемся по ним и тем более да нам придется две пушки выкидывать потому что ганнеров у нас только таи а пушек 5 и так первый этакарен плазма бимер мы берем всегда в любой ситуации потому что 4.6 а p2 очень хороший профиль который позволяет также стабильно заносить какой-то дамаг а п2 это очень круто и здесь она по дефолту без какого-нибудь хота и приучих неприятных вещей также есть правило бим срабатывает она на критические хиты которые я напоминаю мы имеем по дефолту за токи на обиды оно гласит что когда мы совершаем шутинг атаку мы наносим д3 марталки на каждую модель которая находится на линии бима линия бима это каверлайн который переходит от базы нашего оперативника до базы нашей цели и при этом не пересекает heavy terrain это именно одна такая прямая линия не стоит мне кажется закладываться на то что у вас этот бим будет работать потому что это какая-то очень редкая и странная ситуация но имейте ввиду что бим трагерит марталки и в цель изначально что повышает убийственность плазма бимера очень хорошая пушка далее у нас есть две хайлоски первый это хайлос авторайфл с четырьмя атаками но зато айлентлосом и айдингом то есть у нас есть под грэш токенами всегда два кайта чтобы мы не кинули и у нас есть старута и канон уже 6 атак начатай плюс тай 5 но вместо полного ролла только ролл единиц дебаф в виде хэви и обилка скан который позволяет нам просто игнорить обскюр этой пушкой между хайлосками на самом деле самый большой выбор как бы умственный вопсер ганнеров я даже пригнал их через калькулятор чтобы понять какая на самом деле лучше и пришел к удивительным выводом что на самом деле по и стрельбе в семьи восьми лунтовые модели они фактически одинаковы ну там может быть ротарка чуть чуть лучше на какие-то доли процента и во всех остальных случаях ротарка лучше немножко и так собственно к чему я это говорю что если вы встречаетесь с семьи восьми лунтовыми моделями и при этом на столе немного обскюрящего террена вы можете брать авторайфл и спокойно с ним куда-то ходить на четыре дюйма и все быть здорово если же на столе очень много всяких контейнеров или стенок по типу челнатовских ну короче куча неприятного обскюра вы можете спокойно брать рута и канон вам этот хэви не то чтобы сильный дебаф на самом деле но уходите вы на три дюйма или на четыре дюйма разница не то чтобы сильно большая с учетом опять-таки игнор апскюра как бы статистику неплохо наваливается как бы хорошо пройти в команд с маленьким сливом не очень большим количеством вунт да а далее идет миссел лаунча тоже такая автопиковая пушка которая хорошо заходит и против орды и против элиты против орды за счет бластового профиля всегда приятно иметь бластовый профиль тем более такой как тай-5 и фокус это по сути такая мини плазма но без ap2 и далее идет интересная опция это magna rifle казалось бы очень мощный дамаг да все таки 5-7 с учетом марталок и ap2 то есть это может весьма уверенно шотнуть спрейсмарина при удачном ралофе но здесь казалось бы все убивает спецправила анвилди который заставляет тратить 2 апрел на стрельбу следовательно мы по сути просто стоим на месте и стреляем и вдобавок не можем уверовочить с этой пушки но у нас есть тактическая плойка за 1 кп она позволяет совершить бесплатный шут экшн и при помощи ее мы превращаем magna rifle в обычную пушку без дебафа но при этом с очень мощным дамагом это полезная опция против любой элиты просто берем magna rifle кидаем на нее плойку бегаем стреляем все хорошо под этой плойкой ганар может спокойно сделать мув дэш и выстрелить или мув что-нибудь еще и выстрелить так что имейте это в виду magna rifle это обязательная опция в матче против элиты далее у нас есть еще один парень который плюс-минус умеет наносить дамаг это наш гринадер у него есть во-первых его уникальные гранаты на 4 дюйма с бластом 1 ap1 дамагом 4.6 как видите тут тоже tight range у него маленький то есть по сути у него tight range всего лишь 8 дюймов это несравненно мало по сравнению с тем что есть у большинства других команд что грустненько он у нас имеет небольшое забавное правило на 4 фнп против бласта сплэша и торрента не то чтобы на это стоит сильно закладываться ну как на 4 фнп стоит закладываться просто не всегда это будет работать не всегда по парням стреляют сплэшем бластом и торрентом также у него по дефолту есть гранаты из вашего эквипа на самом деле весьма бесполезные его лучше намного и у него есть действительно важная штучка под названием утилити гранаты работает это действие следующим образом вы кладете токен гранаты в 6 от этого оперативника при этом вы не обязаны видеть точку куда вы его кладете имеете это в виду хотя скорее всего это пофатчат и далее вы выбираете один из трех эффектов эффект первый все оперативники вторых от вашего токена должны вычитать дополнительные два дюйма к своему муву из своего мува извиняюсь то есть ходить становится тяжело поэтому это работает и на вас в том числе эта штука очень круто работает на into the dark где вы можете кинуть ее под дверь и оперативник банально не сможет из-за двери адекватно выходить да и в таком узком месте вы а реально можете его залочить при помощи одной такой обилки в принципе плюс-минус также это может работать и на открытом столе вы просто кидаете то какой-нибудь переход по центру еще куда-нибудь узкое место и все противнику там уже ходить становится весьма и весьма тяжело но вы и сами себе закрываете этот участок в том числе вторая возможная билка вторых дюймах от утилити гранаты и все arranged weapon и получают range 6 то есть уже не могут стоять на все поле так себе на самом деле штука тяжело представить где ее можно было бы реализовать но опять таки иногда это может полезно сбить овервотч какой-нибудь опасный ну то есть есть применение но первая билка она просто лучше и чуть как сказать проще в использовании вы хотя бы всегда понимаете куда вы хотите ее кинуть и последняя собственно она увеличивает стоимость мишен-экшенов и пикап акшена в трех дюймах от гранаты полезно когда вы играете против других скватов очевидно можно закинуть на какую-нибудь около центральную точку в месте где нужно делать миссионные действия и допустим помешать противнику ее захватить хотя опять таки это скорее стратегия из-за этого ни себе ни другому но это полезная штука ее кстати можно приворачивать на первый ход против мобильных команд которые с легкостью забегают за центральную линию и вскоре точку где-нибудь уже у вас так вы можете помешать этому но в целом точно так же вы можете помешать этому и при помощи первой обилки просто не дав на эту точку зайти так что первая обилка все еще побеждает все остальные как мне кажется итак кин линк кин линк это наш комс со всеми вытекающими последствиями за один апрел она может выдать кому-то третий апрел видимому парню и в шести от нее к сожалению есть такие ограничения но один из претендентов на получение 3 апрел это конечно же гринадер который может сделать мув дэш и собственно или положить свою утилити гранату или кинуть свой demolition charge что ему больше нравится также у кин линк есть обилка под названием system jam она выбирает парня в line of sight и говорит что он теперь до конца битвы может активироваться только последним то есть противник будет обязан на протяжении всей игры активировать всю оставшуюся часть своей команды перед тем как активировать выбранного вами парня это на самом деле очень сильно и очень круто режет определенные угрозы проблема здесь только в том что этот оперативник должен быть в line of sight этого добиться тяжело потому что напоминаю line of sight не равно visible line of sight на него накладываются все ограничения по консилом obscure и так далее то есть не факт что такого парня поймаете но если поймаете это будет очень серьезный дебаф для оппонента когнитар это наш специалист по сути именно он является единственным раздатчиком хоть какой-то стабилизации кубов и то на самом деле так себе он в стратегическую фазу абсолютно бесплатно кладет какой-то токен в kill zone или атак токен или defend токен атак токен раздает переброс одного куба вторых от себя и вен токен следовательно переброс одного слива вторых от себя в конце кода он сбрасывается и на следующий ход ставится заново собственно вам не нужен на defend токен вы с таким сливом и так неплохо живете а вот атак токен вам действительно нужен как бы можете его класть куда-то между ганнерами и бафать их частью когнитар также умеет и перекладывать свой токен за один апрел и это позволяет вам крутить небольшие тактические маневры и допустим давать ареол в то место где он вам больше нужен этот парень по дефолту берется всегда в любую нашу расписку потому что как я уже говорил он единственный способ раздачи хоть каких-то перебросов кубов лагер это смешной дед во первых просто за то что он в нашей команде есть мы получаем дополнительные 5 equipment point of и нам даже есть куда их потратить так что уже парень очень и очень неплохой далее самая важная на самом деле его штука для нас он может бесплатно совершать миссионные действия и пикап экшена то есть он может спокойно сделать move dash на 7 дюймов и прижать какую-нибудь точку это то что не умеют наши спецы по большей своей части а лагер умеет и уже просто из-за этого он является хорошим инструментом для выполнения миссии как первичной так и вторичной в зависимости от того какие миссии мы взяли так что вот эта обилка она на самом деле делает его крутым а вот этот экшен и крип он скорее смешной многие обратили на него внимание но мне кажется что он скорее ради веселья сделан а вот бесплатно миссионное действие и правда делает его важно тем не менее что такое экип вы в дюйме выбираете одного союзного гномика и просто меняется ему варгер причем меняйте ему его полностью то есть тайну можно поменять и пушку и их это хорошную штучку это позволяет нам забавно обходить ограничение на ганнеров то есть вы взяли плазму хайласку и там мислу и потом взяли и заменили хайласку на еще одну плазму на первый ход предположим по идее так она работает и это даже забавно можете иметь это в виду но мне кажется на первый ход ему будет полезнее просто делать мув дэш миссионные действия да теперь у нас на джампак воя это наш второй парень для выполнения миссии потому что он единственный из нашей команды обладает 6 мувом и поэтому кейвордом fly то есть он мобильный он также может сделать мув нормальный на 6 и также приезжать какую-нибудь точку скорее всего он до нее уже долетит из остальных каких-то штук у него есть плазма топорик 55 все четыре атаки на 3 плюс окей профиль просто хорошенький и вдобавок он получает брутал если совершил чардж что позволяет ему чуть более стабильно убивать всякие модели до 11 вундов него есть несколько уникальных действий первый буст за 2 апреля может сделать мув на 12 дюймов но только по поймой мне тяжело представить где это может пригодиться разве что опять таки в мид-лейт-гейме на миссии капчер ему нужно улететь в диплой оппонента и там постоять на его домашней точке ну и у него есть просто смешное действие с этап клайминг рик он на вантажку кладет токен и типа в дюйме от этого токена они как будто бы обладают клайминг эквипментом и могут на вантажку нормально залезать но у нас и так есть этот клайминг эквипмент в как бы эквипе и мы так можем выдать его кому надо и не стоит короче джампак в посылать вставить вот эти штуки на вантажке у него есть куда более полезные задачи в виде миссионных действий локатор странный специалист по сути бесполезный у него есть единственная как бы обилка она запрещает инфильтрироваться в килл зону то есть у некоторых банд есть обилки позволяющие поставить своих оперативников не в даруб зоне а где-то посредине стола этот парень просто это запрещает своим присутствием на столе также он запрещает резолвить icon опцию как бы казалось бы против команд у которых есть вот эти обилки на инфильтрацию он мог бы быть полезным но как мне кажется он всегда будет проигрывать в конкуренции другим нашим специалистам и он как бы объективный такой кандидат на вылетание из нашего киллтима не спасает его и уникальное действие панспектриллскан потому что она просто раздает ноу кавер по брежевскому оперативнику вторых от токена который он кладет ноу кавер правило на самом деле достаточно слабое в нынешних ареалиях так филд медик по сути это обычный сквад но с медики там и всеми вытекающими последствиями медики полезны против стрелковых команд и вы можете поставить его также между вашими ганерами и уже противник будет нервничать потому что пока он не убьет медика он не сможет убить по сути ни одного из ваших ганеров нормально то есть парень отличный ну в нашем случае девочка будет очень сильно раздражать оппонента просто ставьте ее в консилзер хэвитерин а вокруг нее располагаете ганеров и все у вас будет хорошо больше про нее сказать особо нечего единственно против монах это хашных команд по типу гилерпоксов тех же самых козлов и так далее у которых в принципе нет стрельбы медик тоже будет бесполезным потому что он не сейвит в ближнем бою он сейвит только от стрельбы и наконец дожа самый странный и шизоидный оперативник в данной команде но и самый смешной у него есть силовые кастеты 4 атаки 3 плюс 4 4 цизла следал 5 плюс со станом он у нас знатный браулер вражеские оперативники не могут совершать combat support когда стоит с ним хтх и когда его убивают если у него остался в пуле один успешный хит он все равно его заносит несмотря ни на что но главное у него есть забавное уникальное действие под названием knax smash он вырезается в вражеского оперативника ну предполагаем что он его чаржит и делать knax smash и тогда мы можем подвигать вражеского оперативника на 3 дюйма и накинуть него до 3 плюс одну марталку а если мы надо 3 кинули 3 то еще и апрел вычитаем это смешно то есть мы просто сдвигаем вражескую модель на 3 дюйма в любую сторону и это круто потому что мы можем допустим выкинуть его в уязвимую позицию где мы сможем по нему пострелять спокойно и он не будет в калере банально мы можем выпнуть его с точки на которой он стоял и это очень полезно против элитных банд которые мы не можем завалить нашими пушками просто так точки нам надо скорить и в таком случае должен прибегать на точку и скидывает с нее спейс марина куста дианса кого угодно то есть у него есть определенное применение но оно такое немножко странноватое он как раз полезен против хтх-шных команд и допустим если вы сталкиваетесь с хтх-шной командой вы можете взять его а не медика потому что он хотя бы может плюс минус что-то накидать в ближний бой однако к сожалению сам он в ближнем бою не особо круто будет жить за счет всего лишь семи вундов то есть он там легко отвалится тем не менее у него вот эта забавная обилка у которой есть какое-то свое странное смешное применение но он смешной это главное его достояние он правда кекный играя им можно пофаниться итак стратегические плойки которые помогают нашей команде чувствовать себя чуть лучше на самом деле не особо первое ниткипс за один кп мы выбираем точку и далее до конца хода наш общий апрел вокруг этой точки считается на один выше только для скоринга имеете ввиду как бы иногда полезно да то есть вы можете выбрать какую-нибудь точку послать на него там двух скватов и вы понимаете что противнику уже придется отправить на эту точку той модели чтобы ее перескорить не факт что у него такие ресурсы окажутся да то есть имеет свое применение также полезно против трех апрельных банд где неожиданно один ваш сквад начинает просто контестить точку у того же самого космодесантника то есть окей как бы плойка ее можно применять следующее toil earns позволяет нам читать как будто бы у вражеских оперативников в трех дюймах от выбранного нами объектива на один грядж токен больше ну или просто что он у него есть ну у сквадов есть какая-то странная тема с игрой как будто бы вокруг точек и в целом 3 дюйма вокруг точки это достаточно большой радиус на столе и на некоторых картах вы можете реально большую часть команды оппонент подставить под грядж токена таким образом то есть тоже просто помните о том что эта штука есть она не то чтобы геймплейно образующая она просто неплохая далее route defense до конца хода до конца хода если мы за и тренили критический сейв то наш проваленный сейв становится успешным с его не особо полезная штука на самом деле просто потому что у вас 30 сейв и вы и так скорее всего все нормально отсейвили а если вы что-то нормально не отсейвили то вас уже ничего не спасет такая штука тем более как бы закладываться на то что вы шестерку кинете на трех кубах и поэтому завалить все остальное так себе и наконец proximate firepower она дает нам плюс 1 баллистик скил если мы стреляем по цели в 6 дюймах от нас потенциально полезная штука на второй ход для того же самого гринадёра лучше кидать как бы гринад на 2 плюс чем на 3 плюс в любом случае и тактические плойки первую про притков которые смотрят мы уже обсудили всегда кидаете ее на магна райфл но иногда это может пригодиться и для того что мы у гринадёра чтобы он кинул свой demolition charge далее ворвит когда гном умирает он может совершить бесплатные миссионные действия перед тем как уйти со стола немножко специфичная на самом деле плойка она полезно будет на миссии лут но куда менее полезно на всех остальных альди вот я перебутал ее с стратегической плойкой это харди позволяет нам в стрельбу как бы опустить все критикал хиты оппонента до нормал хитов однако это не убирает всех спецправил которые стригерились на кайты то есть если у противника оружие вешает марталки на кайты мы получаем марталки если у противника оружие ловит ap1 на кайты ap1 никуда не девается по сути это работает просто как уменьшение дамага на этом все и далее интересная тактическая плойка под названием рампает позволяет нам создать небольшой креп район на столе мы выбираем одну из трех опций в скаутинг степа после резолова нашей скаутинг опции первое что мы можем сделать это поставить дополнительную баррикаду мы не можем поставить еще одну баррикаду если мы выбирали против ай на скаутинге не самое интересное что есть далее мы выбираем одну серый фичу вторых от нашей дроп зоны и далее она получает heavy trade то есть мы получаем такой неплохой укрепый район за которой мы можем стоять и понимать что по нам уже не постреляют также это создается обскюр для куска нашей дроп зоны и вообще это весьма прикольно и далее что как мне кажется наиболее интересно это мы можем выбрать одну из наших баррикад и сказать что у нее heavy trade вместо light а по сути это действует как предыдущая наша опция но только она действует на баррикаду а баррикада может быть уже далее трех от нашей дроп зоны и следовательно мы можем поставить баррикаду чуть-чуть подальше 3 дюймов от нашей дроп зоны повесить на нее heavy trade и потом взять ее целью сис граунда для вторичной миссии и таким образом мы получаем какие-никакие но легкие там вероятно 12 очка на конец игры и опять-таки получаем неплохой укрепый район прикрыть можем какую-нибудь точку домашнюю и спокойно на него выйти и с осознанием того чтобы она мне постреляют на первый ход потому что мы стоим за хребетерином в консиле на рампайт скорее всего будет применяться в любой игре на первый ход это очень интересная штука которая неплохо позволяет нам не только безопасно продвигаться по столу но и даже делать вторичную миссию и клип на первом слайде и клипа бесполезный тип по сути ну конкашн граната она есть по дефолту у нашего гринадёра и больше никому не выдать на самом деле профиль очень сильно так себе вряд ли вы им кого-то убьете плазма-нож сомнительная хтхшная ковырялка однако под грэдж токенами вы можете всегда занести с кайта 5 вундов что на самом деле солидно однако три атаки на 4 плюс это чаще всего один хит а одним хитом в хтх много не навоюешь и также виффилд кс дает нам четвертый инвуль вокруг нашего трейна лидера вроде бы четвертый инвуль это хорошо и а раньше три дюйма это много но как будто бы и криппент пойнты будут тратиться на чуть более полезные вещи потому что четвертый инвуль вещь достаточно рандомная и он вполне может вас и не спасти экип теперь чуть более полезный первый это climbing equipment он позволяет нам считать вертикальные дистанции до 6 дюймов как 2 следовательно наши скваты ганнеры могут нормально за свой обычный мув подниматься на монтажку за 1 апрел и дальше уже с нее стрелять по сути самое главное зачем нам нужна веревка мы всегда по дефолту выдаем ее нашим ганнерам и кому-нибудь еще кто нам больше нравится далее excavation тул можем взять их только три штуки за excavation тул мы выбираем террин фичу с таритом тригорсабл далее 6 от дробзона нашего оппонента на далее 6 от него то есть ближе к нам и мы кладем токи в дюйме от этой террин фичи и далее в дюйме от нашего токена мы можем игнорить траверс это позволяет нам чуть легче выходить из нашей деплойки чуть проще расползаться по столу и в целом позитивно влияет на нашу мобильность все что позитивно влияет на мобильность гномов гномам очень нужно поэтому мы с аэростью берем максимум excavation тулов в виде трех штук и у нас остается напоминаю еще целая куча equipment поинтов за счет нашего лагеря и на сдачу мы можем взять автокалибраторы и выдать их нашим ганнерам чтобы они хотя бы не теряли свой четвертый баллистик скилл и всегда стреляли на 4 плюс потому что на 5 плюс уже вообще печать беда итак миссия вторичная у гномов есть архетип icon и архетип security на самом деле icon это самый лучший архетип в игре но гномы внезапно не умеют его делать потому что у них не хватает для него мобильности и даже айтем легчайшую самую миссию в игре они не могут сделать гарантированно потому что они не добегают до айтема на первый ход и это очень и очень плохо но к счастью у нас есть security миссия на самом деле точнее блок миссии тоже не самый удобный для скватов тем не менее там хотя бы есть сиз граунд который мы можем весьма эффективно и легко выполнять за счет нашей плойки rampart ну и до центра и центральной линии мы на самом деле дойти можем и даже на ней немножко постоять если мы конечно играем не против жестких хтх банд а так что мне кажется security это наш choice но вдобавок у нас есть три фрикционные миссии на выбор честно говоря мне не очень хочется их обсуждать но я это сделаю в общем первое settle gadgets она позволяет нам что делать мы ревелим ее в таргет ревел степ любого хода и далее мы просто заявляем начинаем точнее талии на счет наших обидок как мы получаем очки собственно мы добавляем один на талии наши когда врежевская модель с греш токеном умирает но умирает первый раз в ходу то есть мы раз в ход получаем одно очко за талии и выпешки мы получаем когда добавляем вторую отметку на наш талии и третью следовательно на первый ход убийство в килл тиме чаще всего не происходит в принципе грамотный противник не подставится следовательно это ноль очков потали на первый ход на второй потенциально мы можем получить одну очко и только на третьей мы начинаем получать очки за эту миссию а добить ее в кап мы можем только на четвертом а на четвертом уже у нас команда может закончиться которая хоть что-то умеет делать поэтому миссия на самом деле не то чтобы клевая но она по крайней мере лучше всего остального потому что оставшиеся две вторички это полный мусор первое excavate нам нужно контролировать маркер далее 6 от нашей дробзоны там сделать на нем действие за 2 пл и потом в общем стоять на этом токене и нести его в конце битвы ну короче ужасная миссия вы не доживете вот на этой дистанции вас просто съедят заживо и при айк сайт это то же самое по сути там там далее 6 от нашей дробзоны надо так же как и экскавейт только там надо держать вообще хребетерейн фичу с вонтажом тоже совершить действие за 2 пл и потом стоять на ней до конца битвы абсолютно бесполезные вторички просто их не берите это полный мусор иногда можно играть с сеттлграджес но оставшиеся две это ужас итак говоря о составах команды здесь на слайде я привел по сути наш такой состав базовый у нас есть тейн с зеленбластером и плазма с воридом всегда такой далее ганар с плазмой и ганар с мисселлаунчером это такие автобики по сути и далее в зависимости от матчапа элита или бомжи мы берем или ганар с какой-то хайловской против орды либо ганар с магна рифлом против элиты а тут человек достаточно очевидный всегда берется гренадер всегда берется кинлинк чтобы давать кому-то апрел всегда берется к гитаре ради бесплатных роллов берется лагер для бесплатных миссионных действий и эквимент-поинтов и берется джампак для большей мобильности выполнения миссии и далее в зависимости от того ведь в какой команде мы играем стариковый или хтх на и мы берем или медика или даже на самом деле достаточно как бы простой счастье тут не надо много думать и таким составом вы вполне можете играть и у вас будут опции на все случаи жизни итак какие-то мои общие мысли по скватом и как раз размышления пространные о том как же такой команде играть играть сейчас ей надо очень аккуратно и осторожно потому что несмотря на третий сейф эти ребята не держат удар они с легкостью разваливаются на самом деле от любого такого серьезного действительно чиха и также они очень сильно отваливаются в ближнем бою следовательно им приходится держать дистанцию до с оппонентом то есть они подстреливаются под оппонента они не умеют навязывать ему геймплей и все что они умеют это грамотно подстроиться и грамотно засетапиться на своей половине поля то есть мы можем надеяться на то что мы будем держать там то и точки которые располагаются близко к нашему диплору если позволяет расстановка точек то может быть четыре точки да если две у нас и допустим две располагаются на центральной линии и по сути просто надеяться на наш четвертый weapon skill на потому что ганнеры все еще создают очень ощутимую угрозу и пока они живут противник будет бояться под них подставляться это верно и допустим против элиты скваты могут даже за счет этого как-то давить и напрягать создавать некие угрозы против орды здесь все немножко тяжелее потому что те же самое та же самая ветеран гвардия может банально перескорить скватов оббежать их обкидать их минами гренатами и так далее то есть скватом очевидно нужен баф серия бафов я бы даже сказал один из первых из которых точнее это улучшение weapon skill и баллистик скил и ганнер им точно остальным как пойдет и какая-то штука для мува или хотя бы увеличение его за стратегическую плойку до 5 или 6 или изменения в принципе их статлайна это позволит как-то чувствовать им себя получше на этом по сути мои мысли по данной команде все я надеюсь данный обзор показался вам полезным и интересным если так то не забудьте ставить лайк под видео и подписываться на канал если вы до сих пор этого не сделали также я рекомендую вам подписываться на наши соц сети vk и telegram и в заключение хочется сказать огромное спасибо нашим подписчикам с бусти которые сделали данный ролик возможным спасибо вам большое и так на этом все это был канал a handful of boys играйте в киллтим играйте в киллтим с квадами и пусть вашего мува вам будет хватать на все до новых встреч пока пока